и снова здравствуйте всем привет и так захотелось вот мне рассмотреть как можно сделать значит лицевую анимацию вот этому персонажу у которой должны значит убираться вот эти клыки и чуть наверное обвисать вытягиваться челюсть все это дело опять же должно закрываться так это все дело должно работать давайте поэкспериментируем так убираю цвет пока вот так без цвета на уши так что еще можно сделать только на нампаде зубы вынесу вперед потому что это будет отдельная значит как отдельный рик отдельная часть костей так это пока можно скрыть так давайте аж английская доставляем шифт а добавляем арматуру single bone ставим ее опять же видимость во вьюфорсе впереди так что еще можно сделать это давайте так тут можно еще кости значит ставить на волосы давайте это дело посмотрим тоже назад уведем это будем уже вставлять английская аж м панель вставлять будем по детально мы погнали пока с головой поработаем тут еще глазах есть так кость заходим выйдет мод делаем английскую а и выбираем делаем с почему с потому что у меня нету тела и нужно пару костей добавить хотя бы на шею тройка на нампаде подтягиваем английская где вытягиваем это будет шея и английская е это будет голова косточку подтягиваем краю значит можно ее потом будет еще поделить если нужно будет так пока это дело есть теперь нам нужно добавить где теряем косточку отделяем вытягиваем и отделяем control alt и и берем значит же подставляем ее в челюсти именно в момент где она будет сгибаться следом шифт делаем верхнюю значит часть фиксируем все это дело вяжем голове через шифт control пи и пол сет выделяем две косточки и значит через шифт все это дело делается выбираем кость шифт шифт можно выбирать так так глаза я не буду анимировать мне главное посмотреть как закроется рот как будет происходить анимация рта значит так это дело вставлено и следом что делаем заходим в обзор мод и альт аж давайте вернем теперь на шифт вот эти вот саптул выберем кости зайдем в этих мод и теперь значит вытягиваем кость отделяем ее альт и три актера это будет значит как бы сказать значит будет отдельный рик от допустим дам шифт д партнер договорился значит будет вот эта кость привязана к этой кости control и полцет так отделом шифт дубликат делаем так так это кость будет привязана значит к верхней как это все будет растягиваться работать я сейчас пока не представляю так а лучше а я так не обыграю потому что если я сейчас ставлю вот эту челюсть значит вовнутрь она привяжется но работать возможно будет неадекватно ладно тогда будем делать так control теперь что мне что нам понадобится поставить вот эти кости именно так чтобы у нас растяжение шло значит по центру значит по центру и на центр надо отдельную косточку вытянуть alt clear parent это значит G подтягиваем на центр зачем зачем чтобы здесь настроились настроились веса и значит вот от этой косточки мы ее привяжемся к голове control P people set значит от нее мы будем плясать уже таким образом нам понадобится единица на лампаде так E от нее вывести кость на начало значит вот этой так вот зуба и от него значит мы делаем еще косточку E до линии сгиба я хочу чтобы он спрятался во внутрискать и E значит на самом этот клык теперь G все это дело выравниваем подгадываем по клыку смотрим чтобы никаких тут косяков значит не произошло так как-то ну вроде бы да так теперь эти кости будут работать с этими костями рта да а это кость привязана к голове она вроде как у нее будет другие значит тут веса настроены в принципе в принципе нормально в принципе пойдет так теперь мы значит вот это все копируем семерка на нампаде шсд правая кнопка мыши мира и глобал подставляем значит сюда на эту сторону все с этим делом закончили теперь нужно вставить кости значит на рот да на рот и так я хочу чтобы вот этот подбородок значит рот вытягивался делался больше делался больше значит это делаем G и вытащим еще одну косточку сюда грудь будем растягивать вот этой кости так это есть такое дело но теперь что нам понадобится нам понадобится так дополнительные кости значит тройка на нампаде G альпи клея первым делаем G на низ так верхней губы следом делаем швейф D вот так куда-то косточку D как они привяжутся будем потом смотреть значит G поближе сюда вытягиваем но чтобы кость была в мэше и швейф фиксированную кость здесь будет находиться часть зуба и эта часть должна тоже меньше двигаться короче теперь тройка на нампаде делаем швейф D опускаем делаем R G на вот эту косточку опускаем теперь швейф D поближе где-то ее берем да чуть повыше может ну чтобы опять же она была у мэша ну здесь уже в принципе можно развернуть кости значит семерка на нампаде делаем R здесь уже можно подгадать по самой губе G делаем швейф D и подставляем значит косточку через G выравнив и вот сюда подставляем G и прям вводим в Mesh вот таким вот образом ну так по примитивному пока сделаю мне просто интересно поглядеть принцип этого всего действа так вот эти нижние кости губы вяжем значит какой верхний вот этой ко второй кости челюсти Ctrl P и пол сет а вот эти кости все так вот эти вяжем значит верхний Ctrl P и пол сет так ну теперь их нужно вот эти все кости отзеркалить вот эту вот эту вот эту вот эту здесь нам падишь FFD все все справа сутка мыши мира из Global и подставляем ее значит в губе так и получается по одной косточке вот эту кость и значит здесь еще одна кость нет так вот это кости и вот это делить бонус потому что центральный нам подвес не понадобится так все привязано в принципе нормально можно еще добавить кости на лицо там на глаза ну давайте на глаза все-таки добавлю кости значит E вытягиваем кость Alt P Clear Parent поднимаем ее где-то вот сюда делаем ES на глаз большие кости не нужны 7 на нампаде уводим ее в бок до уровня глаза Shift D делаем дубликат кости тройка на нампаде R ее переворачиваем делаем ее S побольше так теперь еще одну кость Shift вытягиваем вот чтобы было две кости эту коточку которая уйдет на глаз мы привязываем голове Ctrl P и пол сет так потом вот эту кость это будет управляшка направляющая вяжем управляющей Ctrl P и пол сет ну а управляющей тоже рядом в голове Ctrl P и пол сет дублируем копируем вот эти две косточки так это получается левого глаза Shift D делаем дубликат мира из глобал и отводим ее на другую сторону есть такое дело я не знаю вставлять кости на волосы или так сойдет ну давайте шейф D так давайте E английская вытащим торточку Alt F Clare Parent подведем ее значит к волосам опустим чуть пониже чтобы она была в меше и черепушку привязала так теперь так по простенькому давайте вытащим косточку E Alt F Clare Parent так она должна быть у нас отдельная делаем G выравниваем ее по волосу как-то так не суть вопроса но тут есть вот эти как их сказать волоса волоси вот эти челки я не буду их анимировать а лучше шибкие места потом подвигаю и теперь значит E E вот таким вот образом значит G поправляем пусть передние только движутся а задние значит что сделаем задние надо потом можно настроить значит так ладно вот так еще сделаем для фиксации это значит D назад уведем в принципе как-то так пусть будет и привяжем их центральной голове он к центральному волосу теперь у нас получается вот это все отдублируем делаем дницу нам падеж D правая кнопка мыши мира и с глобом так уводим ее на другую сторону здесь вот как-нибудь расположить ее все это дело привязано косточку волоса главную управляшку вяжем в голове контролл пи и полсет так ну в принципе все вот это что по укороченной системе значит должна у нас штука реализация и работать так вот вот здесь на косточке завести все пойдет object mode только на нампаре выбираем глаза выводим их вперед на косточке устанавливать глаз нужно именно по центру кости тогда он будет крутиться лучше если вы сильно назад уведете то он будет вылазить возможно амплитуда большая будет так есть такая штукенция мы выбираем все меши а потом кости и делаем контрол пи white автоматик уйдет все ничего не матюкается значит все засидит теперь отделяем глаза нам надо два разных глаза edit mode английская l выделяем один глаз жмем английская пи жмем целик и у нас теперь получается два глаза так два глаза нужно привязать выбираем один глаз выбираем одну косточку флос мод вот и вот к этой кости вяжем вот к этой косточке вяжем этот глаз это control p bond так главное чтобы они не связались потому что название одинаковое так и теперь выбираем в обзор второй глаз так не выключился и выбираем через левую кнопку мыши shift кости пост опять же выбираем косточку control p bomb и вот тут уже чуть-чуть весь косячок значит косяк в чем то у нас кости далековато да может быть подпредит выбираем кости нажимаем edit нот выбираем вот эти косточки и перебираем в центр глаза и эти косточки тоже подравниваем в центр глаза так object нот теперь нужно немного глаза подвигать потому что кости привязаны они сдвинулись а точки остались так ну приблизительно так сохранить это чтобы потом не переделать файл save as сохранить ну а теперь заходим в post mod выбираем вот эту кость управляшку тройка на нампаде можно mod включить она не привязана да косяк ctrl z заходим в edit mod и вяжем ее в голове ctrl p она привязана а все это же отдельные кости значит здесь post mod выбираем все кости и заводим их в рот в ротовую полость да кройка на нампаде делаем S допустим их как-то так можно потом еще чуть-чуть значит скульпт можно их поприбрать наверное так теперь получается если мы двигаем управляющий постер все у нас челюсть видите закрывается я хочу ее закрыть теперь только на нампаде подвести значит к нашему персоналу голос так-то так-то так и теперь какая струкенция вот видите клыки где у нас попали при уменьшении теперь этого не будет ну в смысле челюсть сейчас подуменьшить гражданка должна эти кости спрятать значит семерка на нампаде делаем английское R и они должны уйти у нее в сам рот здесь и вот эта кость тоже должна уйти в рот а это глаз пардонки надену тут вот она тоже должна спрятаться внутри рта то бишь головы и теперь какая штука что-то понятно знаешь что там что-то уменьшенное получается теперь какая штукенка это вот они вот эти штуки делаем английское S вот и теперь можно чуть-чуть не переносить а наверное перекрутить делаем делаем чтобы вот эта кость так сейчас не вижу вообще что тут происходит так делаем S вся задумка чтобы вот эта шишка все-таки тут была и получается теперь у нас вот эта кость делаем R делаем S чтобы как-то одинаковые были так есть такое дело смотрим как выжить наша гражданка надо завернуть я еще вот эту кость да вот это по-моему надо изменить настройки вида костей как-то так оно все заведено теперь нужно зайти давайте глаза настроим все заведем а потом уже поднастроим дальше здесь цвет мяса какого-нибудь сделать такого или прикольно будет смотреться так теперь что еще а глаза да вяжем глаза выбираем кость направляющую перешив кость глаза Ctrl Shift 10 Track 2 лежение заходим в настройку кости и ставим Y Z и тот же принцип Ctrl Shift N свяжение по оси Y Z так теперь выбираем управляющую кость смотрим все глаза работают но глаза привязались к мышу вот это не есть глуп потому что они недалеко были так ну ладно сейчас мы все это дело попробуем исправить близко видите мэш находится близко значит кости находятся близко к голове поэтому получилась такая оказия значит теперь заходим в Edit Mode и вот эти кости уведем чуть-чуть подальше от мыша и желательно еще к вершине вот так чтобы они не к этому не привязались не к этому заходим в Edit Mode и получается просто перевязываем наши кости Ctrl-P Weight автоматик выбираем теперь кости Рига и заходим в Post Mode и теперь вот это все дело нужно опустить теперь ниже вот видите теперь уже не тянет глаза на мыши персонала и теперь значит повыше так 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 повыше подальше пониже переноса теперь получается можно вот эти управляшки попробовать посвятить выровнять центры глаза и конечно лучше самими костями потому что перевязка была ну давайте покататься так и теперь зеленые кости наших глаз так вот эту косточку чуть-чуть вглубь и вот эту косточку чуть-чуть вглубь убираем кости смотрим что получилось значит это получилось вот такая штука вот такая штука теперь нужно немножко выбрать меш нижней челюсти и зайти в скульпт его чуть спрятать нужно потом косточкой будет увеличивать ставим по симметрии уменьшаем и вот здесь можно подкорректировать как-то вот может выбрать персонажа самого зайти в скульпт в мод и значит здесь уже кормка лузет опять же используя симметрию чуть-чуть это все дело подкорректировать да как-то мясом нарисовать надо вот насчетами такая ступенка не будет незнательно можно перекрасить как-то ну добавить какие-то там порезы невозможно ну давайте попробуем перенимаш куда так единица на нампаде это дело мы все опять же сохраняем подключаем кости и погнали значит постмод единица на нампаде таймлайн вытягиваем перетягиваем уменьшаем чтобы пока дробка была 1,5,10,15 хотя бы так теперь вот это дело заменять надо а то не будет видно что тут анимировать получается значит это будет циркл настройка циркл поменьше побольше потом получается значит волосы 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 кости волос мы заменим на черном на черном фоне было видно нормально поэтому назначим плюс можно тоже красную ну а теперь порту так вот это у нас кости это управляшка глаза это значит выберем ей эси ставим ей размер побольше и значит чуть-чуть пониже и значит 90 градусов баб так и значит чуть-чуть повыше вот это будет управляшка глаз и вот этим косточком ставим теперь глаз крит ставим 0 и теперь значит тут тоже 0 здесь когда прибавим размер просто они ушли я их отворачивал в бок а так они в принципе должны лечь в сам вот этот наш центр вот этого глаза если его выбрать опять же переназначить или теперь значит поставить 90 и увеличить их так увести уменьшить чуть-чуть размере поднять чуть-чуть повыше и вот настроить на внутренние вот эти глаза не попадают надо потом глаза перекорректировать и увести кости тогда у нас метод вот эти кости нужно перевязывать будет на глаза потому что они вот так все повели потому что я их перемещал надо сразу делать выставлять где глаза будет сразу четко тогда все вот это дело попадает это значит назначим группу пусть будет глаз синий precision а этот пусть будет допустим зеленый такой вот эта штука пусть будет такой там вот а вот этот так теперь порту нам нужно отделить кости которые управляшки губами там и вот этой штукой да это вот это потом вот это по-моему кости и вот это и назначаем им допустим серый крик поменьше значит 0 здесь тоже пусть будет 0 ух ты и как их разбросало а а а а а тут еще вот центральная я не заменил да так control z сейчас назначим пускай будет тоже красный так и вот она еще косточка это тоже сфера и значит теперь на губу тоже красная все нормально но это будет клыки и значит кость открывашка у нас вот это да это у нас братовая control z в принципе пойдет ладно пойдет сейчас разберемся как тут еще шею можно заменить шею допустим на циркл тоже крит 0 пусто она ниже должна быть цвет тоже пускай будет красный так описываем английская а и lock рот давайте так да lock рот теперь на десятом кадре открываем наш рот это по-моему это через так где у нас тут это по-моему открываем наш рот открывается а вот здесь делаем r даже еще больше наверно р и вот эту тоже р а lock рот так следующий этап давайте на двадцатом тройка на нам паде р так опять не ту надо ее вообще спрятать н панель и это будет фидер трик так вот теперь получается еще раз больше р голова значит р задирается глаза опускается значит вниз от это много и вот эти клыки должны теперь семерки на нам паде вылезти раз два два а и вокруг смотрим что получается вот она так кричит да теперь 25 кадр хочу попробовать увеличить эту кость делаем с как тут костями нужно будет жить подрегулировать вот это вот все красненькое так чуть-чуть подправить вот сюда вот так как вот даже мне лучше шапки ими наверное сделать так есть такое дело и вот эти кости так как же их вот вот эти кости там вылезают так эти кости значит G G порту открываю так это кто а вот я еще не заменил да и вот они еще две кости которые должны стать сферами чтобы было их видно так а вот эти значит мягко на нам паде так как же правильно перекрутить вот так вот так так как бутин а и lacrosse. Смотрим, что получилось. Вот здесь долговато все это дело идет. Тут должно побыстрее быть. Значит английская A и G на 5 переводим, а это значит на 10 и 15. Вот если эмоции еще добавить на бровях, то будет вообще бомба. В принципе открывается нормально рот, побольше может таких подвижений, мягкости челюсти допустим. Так, а вот здесь давайте добавим именно шептений. Итак, на шептей мы выводим. Забыл где они находятся. Вот он тут. Блонгруппы, не тут однозначно. Я забыл. О, Клифосовский, ты чего? Так, так, вон групп. А, вот. Не выбрал персонажа. Шептей базис добавляем. Увеличиваем его до конца. Заходим в пункт мод. И, значит, тянучка это M побольше. И вот эту всю челюсть, значит, можно ее так побольше растянуть и прописать. Так, теперь, значит, заходим, выбираем челюсть, вот эту. Ставим ей тоже, значит, шептейн, до конца уводим и ставим скользь нот. Так, вот здесь вот как бы не затронуть сами руки. Вот, чтобы зубы, вот они тут растягиваются и меняются даже в этих размерах. Вот этого тоже не есть зуб. Создать движение, значит, есть два лодки внутри. Так, запишем. Так, на первый кадр все это дело уменьшаем. Записка. Выбираем нашу гражданку. И ее тоже на первый кадр в ноль. Ага. Я же не прописывал Skyl, да? Так, это получается... А, вот все, прописка. Получается она у нас... Ух, какая гражданка, да? О, прикольно. А что? Система работает. Тут чуть-чуть надо... Поработать косточки, наверное, на зубы поставить. Лучше вытягивать вот эту часть, наверное. Так, что еще? Ну, давайте попробуем. Вот. И, значит, на первый кадр ставим все нормально. Когда начинает уже выкручиваться... Так. Все, у меня не переключается. Мышка хочет наверху. Так, покрутим, значит, все немножко волоски. Так, я выбираю. А, вот. Не все привязали, но не сюда просто. Просто движением создать. А, и волк рот. Так, и теперь, значит, вот как волос откидывает, здесь нужно, значит, вот эти косточки... Л... Вот, думаю, а в джинни получится. Ну, попробовать верхнюю литературу, как оно... Побольше костей, словно, оставить, чтобы промежуток меньше был. А, и волк рот. И, значит, английская... Подставляем на 15. Ставим 15 кадров. В принципе, нормально. Система работает. Можно теперь переделывать персонажа. И... В принципе... Пару костей добавить. И... Что тут еще можно сделать? На челюсть, чтобы ее нормально вытягивать. Вот этого растяжения, чтобы она поменьше было, да. Вот это прикольно. Здесь... Ну... Потянул много, да. Особо... Можно еще, чтобы крути увеличились. Больше делали, да. Спустим, на Skyl. И вот здесь вот неправильно она уходит. Вот. Давайте перепишем, да. Получается, вот этот кадр... Делаем... Они должны выходить, как бы, из глотки, да. А... Они, получается, из губы выходят. А... И... Локрот. Ну, вот теперь, как бы, правильнее. Так. Английская. Копируем теперь все эти кадры. Делаем с видом D. Отводим до 20-го. И попробуем отзеркалить. Мир... Портаем... G. Ставим тогда... 34 кадра. Вот. Вот. Вот здесь уже. Значит, где они, закрытые... вот эту часть тоже нужно переписать. Получается зубы уходят на 30-ом. Добавим шибкие уменьшения. И вот к этим тоже шибкие уменьшения. О, здесь все прикольнее. Только теперь я вот эту косточку увеличила в размере. Нужно ее назад уменьшить. Вот эту двойную кость. Вот эта, по-моему, стройка на ампаре. Делаем назад ее. Так, и вот здесь, чтобы зубы раньше... Вот, раз через оборудок зубы улазить не есть губ, заходим в обжит-мод. Находим опять вот эту тупикенцию и побольше ставим трапишку. Так, хорошо, да? Рот открывается, удлиняется. В принципе, все зашибись. Ну, теперь давайте еще шибкие добавим на нашу вот эту гражданку. Зайдем в скульп-мод и попробуем... Так... А, не работает. Вот так вот. Добавляем. Кто тут у нас с глазами. Так, ну, вот так. Так, вот. И тут, значит, можно немножко кости обыграть. Вот это добавить. Верхние зубы, чтобы видно было. Вот. Так, вот здесь чуть-чуть не поднять. И, значит, вот эти щеки чуть-чуть ломить. Вот так вот. Чтобы потрашнее было, да? Во! Описываем. Так, здесь на ноль. Значит, здесь тоже закрывается нулевая, значит, фаза идет... Открывается рот. Здесь уже можно немножко прибавлять. Потом на десятом... Вот так уже прям... О! Середину не потянули. Надо вот эту часть сюда немножко было. Так-то сбоку страшно. А спереди ваших шестьдец. Ну, и такая штука можно... Давайте шипкие на волосы добавим. Так. Я вот не знаю, при импорте анимации это потом куда-то... Ну, если запечь, то, в принципе, возможно, все будет оставаться. Значит так. Вот так. Заходим в скульпт-мод. Ф побольше. Так. Ставим симметрию. Вот так вот раз. Черепоку не двигался. А если так ее сделать... Вообще бомба будет. Вот так вот. прописываем так здесь убираем в ноля и на первом кадре убираем в ноль а чё да и ничё тогда если посчитала было анимация в принципе смотреться будет так чуть-чуть да вот нужно разобраться вот с этими вылазьями на челюсти на челюсть переключаемся замедлением а и внутри глотка он двигается очень и по текстурам конечно нужно нормальные были так значит здесь на первой ночи уменьшить ну ловим зубы знаете да и вместе с челюстью попробуем как я здесь где она открывает закрывает где-то замедление надо а вот я на рот открытый здесь надо оттаскиваем давайте на 25 когда ставим 39 анимация будет длиннее вот здесь уже как бы замедление так вот здесь уже надо чтоб они побольше вот эти кости чтобы вот эти кости семерка на нам парень побольше туда уже заходили можно как-то даже чуть-чуть насимметрично с искривлением сделать а и локров и вот здесь вот они уходят это здесь они должны полностью раскрыться чтобы рот закрывался уже без них это значит чтобы они не афишировались тут так а и локров а ну ка вот да они убираются и потом получается хоп и вот здесь уже шибкие должны вот такая штука на скорости вот такой вот принцип в принципе все работает если добавить значит язык отдельно потом добавить косточки на лицо сделать моргание пусть даже шибкими да принципе будет зашибись вот такой эксперимент все всем пока до свидания да да а да 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 ну